Людмила Запрутская уже 24 года работает техником-ассиминатором в хозяйстве Смолевича Сузон. Никогда не хотела переехать в город. Родилась в деревне, выросла. Встретила первую любовь, вышла замуж и родила троих детей. Самые счастливые её моменты проходили именно здесь. С детства Людмила пишет стихи. Стала знаменита благодаря платформе ТикТок. Были, конечно, трудности изначально. Потому что я помню, когда пришла первый день, я сразу написала стихотворение, что сижу я в личном кабинете, где пол прогнил, течёт вода. На стенах вековая плесень, ни света нету, ни тепла. Кругом разбитая посуда, чернее ночи мошкара. Не так я думала, всё будет, не так всё представляла я. Мне пришлось начинать с нуля. Я не то, что пришла сюда на чьё-то место и заменила кого-то. Нет, мне пришлось начинать всё с нуля. Делать журналы, документацию всю поднимать. И вот уже 24 года неизменно. Я веду животное от растёла до растёла. Я принимаю ещё участие в гинекологии. И мы с врачами, я помогаю врачам полностью вводить лекарства, обследовать. И даже когда с раздое забирают, то все коровки проходят через мои руки снова. Я забираю здоровых коров. Потом начинаем работать с ними. Я недавно подсчитывала, что вот за 24 года, ну, наверное, через мои руки, скажем, моими руками сделано, уже где-то 20 тысяч телят точно будет. С Людмилой Павловной я работаю год 20 вместе. Коллега, она хорошая, исполнительная, как специалист, грамотная. Относится к своей работе превосходно, с пониманием и выполняет все обязанности. Человек ответственный за работу, за коллега, за исполнительную работу, дисциплинированная. Я работаю в Червенском районе 32 года, ветеринарного врача. Сейчас я работаю с детьми, с маленькими телятами. Вот, чтобы их вырастить, надо больший опыт и много нервов. Потому что это те самые дети, их надо знать, когда выпаять, когда вакцинации, прививки, обработки витаминными препаратами. По сохранности молодняка у нас хорошо, считаю, 100% сейчас. Я стала лауреатом таланты меньшины, стихотворения «А я живу на Беларуси». На мове маченой пяю, и ни на крок не отступлюся, не здраджу слову я своему. А я живу на Беларуси, где так приветно шуметь гай. И я, поверьте, гоноруся, что есть он беларусский край. О ТикТоке я узнала полтора года назад. Меня зарегистрировала моя старшая дочь. Она сказала, что, мама, вот есть такая платформа, там можно узнать всё про всех и всё, что тебя интересует. Можешь снимать. Либо сама смотри, что делают люди, либо сама выкладывай что-нибудь. И я так посмотрела. Первое время вообще залипала, потому что было интересно. А потом я решила, что почему бы нет, почему бы не выложить первые видео какие-то были. Под котиков снимала, где-то что-то под музыку. Но потом я решила попробовать стихи свои. Я снимала «Природу» и читала за кадром. Здесь тоже я снимала. А потом я решила из прошлых стихотворения, потому что стихотворение «Всё житьё за фермой пильный позерк», это тоже было написано буквально в первые дни, когда я пришла работать на ферму. Вот все эти трудности, все вот эти нюансы работы на ферме я в этом стихотворении написала, получается. И я его опубликовала. И вот оно пошло. В просмотре я потом ещё одну басню на белорусском. И всё, и потом мне вот, да, это меня вдохновило. И я начала сразу, стала выкладывать бывшие стихи, которые вспоминала, потому что как бы у меня нету такой папочки, где бы хранились все стихи, поэтому утеряно очень много стихов, некоторые я даже жалею, что я уже их не вспомню. Некоторые пришлось вспоминать, восстанавливать, потому что ТикТок требует, чтобы постоянно обновление, выкладывать видео. Ну, я хочу сказать, что если бы ТикТок намного раньше, возможно, у меня было бы больше стихов, потому что я недавно подсчитала, что буквально с момента, когда я стала вести ТикТок, я уже написала больше 50 стихов. Я недавно смотрела передачу про Янку Купалу, когда он издал свой первый сборник, и там были такие строчки, что для любого поэта это очень глобальное событие, первый сборник. Ну, если честно, я себя ещё не считаю поэтом. Я, наверное, ещё не доросла до сборника. Я пишу стихи, потому что надо было детям что-то в школу. Во-первых, мы несколько раз ездили как на конкурс семьи, поэтому визитные карточки я придумывала, ну, свои стихи сочиняла. Потом вот младшая дочка шла в первый класс, мы тоже такой тип спектакль разыграли, что за шум по актере звонки, что за странный яролаж, это мы свою сестрёнку собираем в первый класс. Вот такое тоже я написала стихотворение. Потом на разные конкурсы писала. Да мне часто просили даже кому-то визитные карточки сочинять. Я их постоянно, поздравления кому-то написать. Поэтому постоянно сколько... Я никогда не бросала стихи писать. Но на белорусском языке, вот снова вернулась к белорусскому языку, к юморескому, да, вот когда подписалась на ТикТок, когда открыла для себя ТикТок. Я сочнила про Костика, что динь-динь-дон, динь-динь-дон, я несу свой парасон. И вот это вот он просто говорила дочкой, что просто постоянно просил включить динь-динь-дон. За что мне нравится ТикТок? Потому что здесь есть обратная связь. Потому что вот я хочу сказать, что мне в основном хорошие положительные комментарии. Ну, бывает какой-нибудь выскочит там резкий, но я не обращаю внимания или даже стараюсь, даже бываю, отвечаю. Мне многие писали, что вот так моя бабушка разговаривала в деревне, вот вспоминаю детство, потому что именно так вот разговаривала моя мама, бабушка, дедушка. Поэтому вот эти комментарии, я же раньше и печаталась в нашей районной газете, я печаталась, вот эти вот лирические стихи на белорусском языке, я печатала. Ну, что такое? Взял экземпляр газету, почитал. Ну, ты же не знаешь, как люди реагируют на стихи. А вот здесь, да. Я стараюсь отвечать на комментарии, потому что очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!